Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают когда предложили, что я сказал делать? Только карьеру Артура Уи, поскольку, ну, наверное, около ста ролей разных. Эпизоды, роль, главная, роль, главная. Но карьера Артура Уи это единственная роль, которая, знаете, из золотого репертуара. Кого он говорил? Ромео. Кого он играл? Отелло. Уи. Причем в такой манере, которую вы видите, я вообще не знаю. У нас пробовал только Борис Бланк, он такой режиссер, он художник прежде всего, кинохудожник, но он решился, он обладает, у него мазки такие мощные и серьезные, он таких особый полутона он не принимает, и он не первый раз уберется за странные... Не, 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 не. Я вас очень прошу, пожалуйста, сядьте. Психофизика будет, подожди, психологический жест будет другой, если буду сидеть. Да, так вы же сидите. Не, ну держать, вот так. Заметьте, у американцев всегда кружки, да, в руках? Да. А, это вот сети учат, и Страсберге, все время надо что-то делать, что-то делать, крутить, крутить, вахтанговская школа, вот еще почему. Вахтанговская. И сейчас работаю в разных театрах, я физически ощущаю разность школы. Физически. И, конечно, предложение, когда Боря предложил, я сказал, да, безусловно. Так же, как мой друг Иван Лапшин, который первой строчкой стоит в моей биографии, кино, Артура Уи стоит в первой пятерке, там еще пара инцидировок Мастера Маргарита. Но, к счастью, все эти работы попались, когда я очень многое понимал уже в кино, что это такое. И так же я к Герману попал. И поэтому в расхождении, в трактовке и в способе пребывания перед камерой у нас с Борисом не было никаких. И вообще вся команда, которая была, и Невинный, и Гафт, и все. Это очень интересный эксперимент был такой, вот вы видите, с театральным гримом играть в кино, где все должно быть как в жизни. Но, опять же, есть край еще мой друг Иван Лапшин. это играть как бы под хронику, играть, ничего не играя. Это тоже другая сторона этого дела. Мастер Маргарите так повезло, что вначале Карр был, и я играл Коровьева, потом Бортко сказал, что у нас бы бытовая драма, ничего этого, Артура Уившина, и как он вот этот, прыжки, ужинки, то, что было у Карры, он это все не принимал. Другая была такая история. но вот здесь Артур, я уже немножко забыл, это было, да, это раньше было, раньше Мастер Маргариты. Так что работал я вот в этой манере с огромным удовольствием, с желанием, и а уж, что получилось, это вам решать, но удовольствие от работы, от конкретно с этими партнерами, и с тем, что это за киноработа, мне было очень интересно. Какие могут быть вопросы, сразу скажем, просто спасибо вам за стеклые слова, но это, говорю, Вахтанговская школа, и то, что все мои лучшие работы, они попадали, когда я со студенческого театра МГУ когда начинал еще, Рутберг, Розовский, Акселерот, и были авторы Кирсанов, и Гоголь, и Андрей Платонов, и Саша Черный, и Салтыков, и Щедрин, и потом, а первая картина была, когда еще велюра была у меня, я играл простого рабочего паренька, Наутрохилберг, крепкий, средний режиссер мостфильма, на котором я очень много научился, что такое вообще кино, как это, что происходит, рядом с площадкой, это целый механизм, это целая технология, индустрия, не знаю, сейчас учат или нет, это, по-моему, нет ничего, это не знаю, вот, и тогда первые были шаги, небольшие эпизоды у Ролана Быкова, внимание, Черепаха, потом был очень интересный эксперимент в Питере, там вообще отдельно было отношение, в 60-е, 70-е годы, актерская школа Авербах, вот эта вся группа, с уважением, и Доминин Дмитрий, который мне предложил, тоже 89-го, что ли, «Убегающий август», где играл пожилого героя-любовника, и вот «Убегающий август» и «Карьера актура Уи» это вот два полуса, но я повторяю, я счастлив, что они в моей биографии оказались. Так же, как и «Бедная Настя», классическая мыльная опера, и когда были консультанты американские, это было очень интересно, они иногда останавливали и говорили «Но, но, 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 никакой чеховщины, никакой ипсиновщины, никакой экземпиуривщины, семь цветов радуги, и всё, а иначе это другие технологии, это мыльная опера имеет свои, и не надо нарушать всё, что происходит. Огромная опасность для молодых актёров, они привыкают сниматься вот в этих, никакого образа, никакого стиля, жанра нет разговора, есть «Я в предлагаемых», типа «Живы». И вот на «Я в предлагаемых» это пишется, и потом это штампуется, и конец. И у меня после «Бедной Насте» я поехал к Снежкину на Брежнево, я как на другую планету, я день целый сидел, однако, а там, вот в мыльной обрезке, трёхкамерной системе, это всё же другое дело. Если что-то чё-то плохо, а ничего, мы тебя вырежем, отмонтируем, будет другой, крутой, второй, и так далее, и всё. Я вот про то, что осчастливилось в разных стилях и жанрах. Но важно очень во всей этой работе, как у Эфроса была фраза, актёр должен понимать своё место в формуле. Какая формула будет на то или иное произведение. И вот это меня научила, и работа до этого в студентском театре, есть театр на Таганке я работал, в самые золотые годы, начало 70-х. Вот это всё, ну всё, это вахтанговская театральная школа. Буйство театра. И когда, повторяюсь, такие резкие театральные предложения, как «Мой друг Иван Лапшин», или «Карьера Туруи», или «Убегающий август», где герой-любовник, повторяю, или «Бедная Настя», совсем. То это очень интересно для актёра. Но путешествовать между этими жанрами стиля, это сложно просто. Это просто я уже давно этим занимаюсь. Да, в фильме «Синий зайцев» я играл клоуна со знаменитым львом. Тот лев, которого застрелили, берберовский лев, Кинг. Вот я ему в пасть заглядывал. Кормил изо рта туда. Но это были консультанты, рядом всё у нас было. И тот был, и вся история, просто лев этот с ребёнком поиграть хотел, а им показалось, что он опасность была, да, и застрелили его. А так как у берберовых у них было двое детей, которые вообще верхом на нем ездили, и спали в обнимку с этим львом. Но это отдельная история совсем другая, да. А может вопрос с вами? Да, да, да. Вот какого-то формулы? А, понимательность этой формули, а понимать теле сознательно творить на эту формулу. То есть важен момент, что ты, вот у меня вот мои штампы, мои краски, здесь корзины стоят, я должен сразу узнать, что только из этой корзины брать свои краски, а другие нет. Весь ужас, пока нас никто не видит и слышит, это женщины любят. Семь пишем, три в уме. Она умеет хорошо плакать. А в карьере Туруи не надо, к примеру. Тут нет жены. А нам все равно когда-то встанет. И это мешает режиссеру, который тоже он экспериментирует, пробует, но ты должен выполнить то, что он просит. Значит, формулу задаете режиссер. Безусловно. Поэтому, что мы не сыграли. Я говорю, нет, 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 вот режиссер Герман видел нас с Фарадой еще в студенческом театре в 69-м году. Поэме Кирсанова мы играли. Если вы вспомните, мой друг Иван Лапшин, начало на титрах, то есть Иван Фарада с Володей Дочининым изображают миниатюру одну. Леша сказал самодеятельность испанских летчиков. Это был у нас спектакль. И Герман видел, запомнил, великий разрушитель стереотипов. Герман. Он запомнил, говорит, я на Ти Фараду и Филипенко в другом виде покажу. А потом у меня еще был и Каще Бессмертный и Звезда и Смерть. И вот он решил ну это чуть такой краткий экскурсий. Я на главную роль пробовал. Так, позвали, на Беронова хорошие пробы. Уехали, звонит ассистент, Алексей Ильич хочет с вами поговорить. Александр, я хочу, чтобы вы были в нашей компании. Вот я сейчас расскажу просто интересно, чтобы вы были не только в Руе. Вот это тоже очень интересный эпизод. как все судьба и жизнь как делается. Алексей говорит, я хочу, чтобы вы были. А я до этого раскинул в сети сарафанное радио, потому что ни одного фильма его не вышло и проверка на дорогах еще не вышла. И когда я снимался клоуном со Львовом, то к нам в павильон просились на полчаса быков и команда их доснять что-то чуть-чуть и все сверху сыпали на них толченым пенопластом, что они в снегу и какую-то одну реплику они говорили это все поправки, поправки, еще миллионные поправки, это проверка на дорогах. Теперь здесь они все говорили, что я хочу, чтобы вы снимались. Я говорю, да, да, я приезжаю. Дорова небольшая, у меня декста. Дальше происходит история, мы снимаемся, каждый из нас, он собрал вся команда, все понимали в какой формуле мы участвовали. Миронов был тих, как-то, он был весь локцирован на гену, после Авербаха, после фантазии Фарятиева, он уже все знал и знал, что это спасение, это выход из этого периодичного героя. Жарков снимался, Нина Русланова там снималась, остальных взяли, второй режиссер там был, который там, старушка была наша, которая в Тюзи играла, в Рязани, тебя на пенсии, ну ее как-то так обманным путем что-то такое было и мы с Жарковым очень часто говорили, что это репетиция, 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 давайте мы, ну вот это первые 10 минут, когда идет день рождения в лапшине, вот, а на звучании потом мы видели, как это все было замечательно, во время съемок, во время съемок привели пацана, у которого уши вот так стоят, просто стоят уши. И это вот пример, мы снимаемся, анимедика, молита, керман, а, отличный тип, так, ты его будешь воспитывать, у тебя без матери, жены нет, то есть, жена умерла, вот ты воспитываешь сына, светом ему напишем завтра две сцены, и мальчик как в середине съемок пошел за эти уши, дальше больше, когда убивали всеми поправками лапшина, ему в итоге умные люди, поскольку он показывал Леша каким-то умным людям днем, ему сказали, что ты испортил картину поправками, были названия эпизодов и прочее, 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 тогда он перемонтировал все обратно, спрятал и сдал, все, я больше не участвую, там были тоже хитрые ходы, я не прикоснусь больше ни к чему, не, ну, проходите, сжигайте, убивайте, это субъективный взгляд, то есть, они тебя убивают за то, что ты 36-го года, а где вот эти апаш, спортивные пирамиды 36-го года, все это, ну, сделай что-то, чтобы это было какой-то субъективный взгляд, подожди, а давай мы сделаем, что это воспоминание пацана, и какая первая фраза в общине, я помню квартиру моего отца, и отец становится главным героем, вот, и все, это они досняли, по-моему, даже Фоменко снимался, так вот любил тоже Леша, взял это через ухо, когда 70-е годы, вот первые кадры, посмотрите еще раз, вот это великое знаменитое кино, когда что-то не слышно, какое-то звучание не то, это все Леша контролировал, нет, 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 все там было на поправке, поскольку Филиппа, входишь в это кино сразу, а сразу где начинается, вообще еще круче было, Лен Фильмевская, помните эта марка, да, она, и когда вот были эти самые, лучи, да, всегда был аккорд, а Леша закрытил, и уже с первой секунды знаменитая марка, и вдруг в тишине, дзинь-дзинь начинается, вот это как будто, как будто это брак, нет, стоп, вот так и надо, он говорит, а, и мы сегодня чешемся, ходим, что-то, и все, и все от камеры скрываемся, потому что так надо, а когда действительно надо, Федос от Царства Небесного подходил и говорил, вот когда ты будешь проходить от тот угла, вот этот с градусником, он поймает вот фонарь, и я знал, что тут будет наезд на меня, и мы ходили, а, шутили, раз, и в это время был наезд на меня, и все мы это понимали и знали, и всех 10 минут этого фильма, если вы туда погружаетесь, я помню квартиру моего отца, и вот эта атмосфера, и менты, и это все идет, и что важное, дорогая, услышать надо там, как вы считаете? молстик говорит, мне 40 лет, а ты на поповской дочке женат, и весь 37-й год встает сразу тот, кто думает, и на кого отрешь, и рассчитывал, и больше за эти 10 минут ничего не надо слышать, и дальше вы уходите туда, и путешествуете вместе, знаете, но это вообще, а, а Карел Дуруи, ну вот в такой резкой манере, повторяюсь, мне было приятно работать, корове Филиозозело, мне корове ближе, но и Чудаково говорило, что он там Филипенко играет, так надо играть, а Бортко нет, никаких мужиков, живо, ничего. Когда спрашивают, что ли было мистического, это все ерунда, кидаюсь студиями, ничего, хотя предложение от Бортко, я получил на Патриарших прудах, но я живу рядом, приехали друзья, я пошел в этот день читать им наизусть первую главу, и показывать, солнце гладилось к зоопарку, а не нынешней, не разговаривайте с знакомыми, параллельно идет 4 человека в толстой середине, и туда же руками машет, мы сделали коре по Патриаршин, они приехали в этот день выбирать точки с оператором, ну кто знал, подходит ко мне, ты меня не знаешь, я Бортко, корове сыграло, астазерно сыгралишь, что я плакал, я говорю, да, ну вот, ну так случилось, вот, так что это все, и теперь, в итоге, в итоге, к чему важно, режиссерская формула, и Борис Бланк, хотел, чтобы я это делал, от актиловича зависит, в этой формуле, ум, и школа театральная, об этом, это не обсуждается, это от папы, смотри, как он говорит, бэдграунд, который, в какую школу современную, вы выделили, театральную, сейчас, сейчас все размазал, все критерии оценки, смотря в какой системе, координация давать, сейчас так много театральных, учились, вузов, и так далее, и моя родная школа, которая отвечает 100 лет, тоже, не знаю, субъективно, должен быть учитель, какой-то, и конечно же, Андрей Сергеевич, когда вставил, ну так, и конечно же, надо через лес пробираться, формулу он как бы дает, но дальше есть еще понятие, действенный глагол, что я делаю, хотя, как говорил Плотников, великий актер, автанского театра, старшка, не знаю, если Захава признавал, только действенный глагол, я переубеждаю, я обманываю, я делаю, что-то делаю, а вот я плачу, я переживаю, чувственный глагол не проходит в театре, оно должно возникнуть потом, от твоей главной задачи, что ты делаешь, то в кино надо между струек и то, и то успевать сделать, и вот чисто раз, поймали тебя, круглый глагол, все, куда он его потом вставил, это уже другое дело, это их монтаж, вот, поэтому тут надо совмещать, уметь и чувствовать, как и что. А Кончаловский, да, актер больше, режиссер больше, театральный, или? Нет, в данном случае нет, в данном случае, и вот тоже, дядя Ваня уже другое, все другое, он театральный, театральный. То есть он работал все-таки по формуле театральной. Театральный. К сожалению, нас там 4-5 человек, и все наши школы, и Гитис, и Щепка, и МХАК, и Юлия, и Минска, и Вахтанговский, это сложная история. Поэтому все театральные новые школы образовались, как выпускники одной команды. Театр Чикарханяна, Театр Фоменко, вместе 4 года надо жить. Как говорил Генгарович, его спрашивали, а вы подозреваете, ты думал, что в больнице может быть авторитаризм? Авторитаризм. Он говорит, только диктатура. Поэтому, как Юрий Петрович Усатого не ругал, он был один, все. И всегда говорил, у него у него была машина, да, да, бездельники, вас выгонят все, я в таксисты пойду. Куда вы поймете меня? Вот. Поэтому он был очень строг. Поэтому только какое будет предложение, вот этот звонок как от Германа, я хочу, чтобы вы у меня были вот так. В свое время, как Эфрос, очень, когда, что Калягин в толстый играл Гамлета, не дали ему управление культурой, а, пожалуйста, у меня был случай, ошибка Тони Венниса, Беларусь, Молдова, фильм, Брискану, Вася, детектив, с Костолевскими снимаемся, а Игорю важно там тоже выскочить из этого стереотипа героя-любовника, детектив классический, а потом Брискану затевает Амаринеско. Ему начальство Хилипенко, он говорит, но, он фашистов изиграет. Да, 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 тогда Василий тоже живет, а он не будет снимать пилотку весь фильм, поскольку там эпизод один, только одна торпедная атака и усы будут. И вот пробовали, меня и утвердили, и все эта история, хотя Маринеско тогда еще нельзя было назвать, а назвать Булат о возвращении и забыть. Эпизод торпедной атакы со стороны берега с зажженными огнями. Он включил, вперед, вперед, впереди на этот, на гостов, идут, идут, пока немцы разбирают, что он дал, что он сигналит. Ближе, 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 я говорю, гаси свет торпеда. И это все знали. И когда мы ходили по Балтийску в старой форме, а молодой парень, он у меня был, значит, первый помощник, а навстречу патруль. Ой, я не могу, я не могу, нормально, все идет нормально, все патруль, мир проходит, есть. И в старой одежде проходили, я говорю, не могу, снимите у меня, он был, как по второму рамку, снимите одну звездочку, не надо. Так вот, когда говоришь, что Булат, каково Булат, это уже все знаем, Маринеска, торпедная атака со стороны берега с зажженными огнями. Так вот, режиссер должен точно быть уверен, я хочу, чтобы было так. Вот это, это и так. А вы способны подчиняться каждому режиссеру? Да. Любому? Любому. Но! У нас, при нашей зависимой профессии, есть один момент от рассвета до заката. Утром тебе звонят, ты говоришь, да-да-да, вечером позвонимся, пришлите, давай. Ты раскинуешь сарафанное радио, и уже ты знаешь, и тебе говорят, когда я позвонил с Кнежкину, а кто автостанал? Черных. Немедленно поезжай. Немедленно. Что такое Герман? Ты что? С ума сошел. Давай. Нет, это все. А если нет? Раз, раз. И не озвучиваешь иногда, да, так вот уже. И смотришь, когда там заканчивается договор. Но у меня договор рожденной революции, я помню, у меня один из точек был. А я снимался «Труду быть Богом», то это было первое совместное Бавария фильм и Судья Довжак. Немец. Интересно очень было. Вот я почувствую, как с иностранцами первый раз. И вот у него вот такой был там муд толщины, договор. Все было описано там. Вот. 800 страниц там. Николсон один, он до тысячи тогда. все прописано там же, как в бедной Насте. Это было прописано у американцев, которые по эпизодник давали диалоги, вы пишите, эпизодник наш, и не трогай так точно. И обязательно было записано встреча актера с ловером. И мне объяснили все про меня, что я должен знать, мои права, обязанности. И там потом было филиппе, три стула. Я требовал далеко идти в этот автобус. Или это? Нет, три стула. Почему три стула? Чтобы подъезжать. Нет. А для чего? Ну, где бы куда-либо? На одном я, на другом костюм, а на третьем текст. Решок снял, положил, взял, взял. И вы туда принесли, принесли, посадили, и знаете, вот там идут ли стула, и чтобы никто туда не приходил. Это важный, только такой момент. Очень черные. Никита, когда только начинал, он все на маленькие эпизоды взял, всех, чтобы его прикрыли. И это маленькая роль, это смешная вот с этим. Вся штука, когда там подпишите, подпишите, а вдруг он раз, а он... Лариса Кузнецова вообще без текста ехала. Чтобы были свои. Вот к чему. И вот там раз, почувствуем, как иностранцы работают. На репетицию, табаков, мастрояне, я не сидел. Если ты можешь поговорить, тогда я думаю давно, вообще, табаков по-немецки попался что-то, мастрояне. Вот встали, встали, потом полируют, и только появились. ЩАК! Мизанстерл. Каждому цветным скотчем, а даже цветной скотч, восьмидесятном, что, под ногами повестки, все, и, ах, не успел, обостроения уже нет, и все, а в каждом ассистенте, вот сюда. Каждому в свою норку, раз, только на время съемок, хоп, каждый встал на свою цветную, начали. Хорошо. Снимали во дворце, там, в Питере, Никита, все из себя, я, я, с ним оператор, оператор, главный оператор же что, думаете, он, это камерамен нажимает на голову, оператор свет ставит. И вот он идет, Никита, я ходил, по половинам пятого вечера, такой оператор, да, здесь, значит, а за ними идет человек, за ними уже, фиксируем, C-15, 22, 2-13, а затем уже не везут, и уже ставят, и уже подключают, 2-3-15, и вот это проходит, впереди вот этот, Никита с оператором, тут, второй режиссер, который, трансферирует, а там уже строят, строят, ставят, эти уходят, чай пить, в это время чик-чик-чик-чик-чик, все, можем снимать. И всегда немец, трудно быть богом, через перевозчик, мы можем снимать, и вот всякая команда, где были немцы, я, 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 том, звук, зина, поправь его, поправь, я сказал, мы можем снимать, решиться и сказать, вот чего нас не учили, советская власть, лично вы, скажи нет, сколько вам надо, минуту, хорошо, минута, мы можем снимать, я, 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 взял ответственность на себя, Никита тоже сидел, он, камера-то еще, воно тогда с пленкой, из-под камеры, и вот не остановилась еще работа пленки, он говорил, у меня есть, у вас проблемы по костюму, вы заметили, у меня есть, актер плохо знает текст, заплатите за пленку, второй дубль, вы не знаете, вы, у вас фокус не получился, заплатите за пленку, вот это вот у меня есть, очень важно в кино, мой друг Иван Павшин, Леша, Светлана Кармонита, Федосов, и, изверху, второй режиссер, четыре пары глаз смотрели со всех, тогда же не было мониторов, где было видно все, это сейчас они сняли, короли, особенно вот эти, когда мыльные оперы, где-то вообще, там уже, продакшн идет, на втором этаже, на пульте, они монтируют почти сразу, вот и здесь они, и если, вот пленка еще не остановилась, почему там в третьем ряду не та пуговица, шумар, все, будет дубль, а если, наверно сняли, если ора сразу нет, они все остаются, вот поэтому, это вот важно наблюдение, кто там, кто должен сказать, у меня есть, вот это все, говорите, говорите, когда у меня есть, так что у меня есть, вот все, все, что есть вот здесь, вот, потом напишите отзывы, или скажите, или что-нибудь, это так уж, что такое, да, конечно, все, да, конечно. А когда было с людьми сниматься, при советском союзе, или сейчас? Это разные вещи совсем, сейчас была, сейчас цензура денег, там цензура идеологическая. То есть западная киношкола, в общем, сильнее нашей? Не то, что сильнее, это еще круче, я бы сказал, что совсем другая школа, и там сейчас что-то научились, но все равно троечники, которые есть везде, это чудовищно. Другая лучше, другая хуже, другая просто. Другая по организации. Другая по организации и по тем делам. Это как разные автомобили, один в один, я вам скажу. Вот мы на ладе все еще ездим. Но теперь, ну, то есть лучше. Нет, безусловно, лучше. Она совсем другая, и я понимаю, там тоже, что эта вся система, вся история с Андроном в Голливуде. Я не знаю деталей, не хочу буквально спросить, но там ему очень плохо было. Он король мороль приехал, а там без него танго и кэш перемонтировали и сказали, а вот, как, извините, Эрнст сказал Снежкину, который принес шесть серий Брежнева, а вынеси четыре, по хрещи идеологического отдела и сказали, вам деньги заплатили? А вот. И все. И они как надо прощипали эту картину Брежневскую. Так это, вот это могут, но там могут люди встать и сказать, все, они, Голливуд, байр, я в другом месте найду деньги, ручной камерой, все мы сейчас, все другое сделаем. Не нарушать в этих, это индустрия чудовищная, в которой, вот эти вот агентства сейчас, 500 агентств, все, агентства прям, терпят, а когда делят разговор, это мы сами едем, это зачем помянули, вот, а там уже ты в какое агентство попадаешь, пять звезд, четыре звезды, три, и ты там не выскочишь ничего, и подружки мои, девочки, беда, еще там же прямое звучание, там все, тебя только могут предложить тебе польскую биолистку, которая осталась на западе после конкурса, вот такую роль, и со спины Мерилл Стрит, проходка твоя, я так говорю, не надо мне тогда эту, пятизвездочную агентуру, пусть она будет в трехзвездочной, и буду там в говне, но сниматься, ну, что-то, а не со спины Мерилл Стрит, очень строго там, все вот это, это я, может, плохо объяснил, это история с Мастроянием, как там все, каждый сверчок сквозь шесток, и актер, кто бы должен смайли, и напиваться, и горчицей мазать, стекла, и все, а эти будут платить там, или наоборот, все, все играет, вот это все, формула, это, это актер будет понимать свое место в формуле, реклама, кино, а когда вы выступаете с программами, один, сам, не от хорошей жизни, вы свободны, не от хорошей жизни, вы правы, потому что, дело коллективное, актер должен, меньше, чем я сейчас занимаюсь, он это не должен делать, он должен играть, заниматься, и выступать, с номером, а не трепаться, в свое время, Юрий Петрович, Любимов, говорю так, приставали к нему, что я могу сказать, я вставлю, а Бейджиев объяснит, великий наш, Алекс Бейджиев, теоретики, поэтому, актер должен, повторяю, иметь в запасе, номер, выступление, продукт, продет, то есть, актер всегда должен быть в директиве, получается, подписываешься, абсолютно, ты должен подчиняться, если что-то не так, ты поднимаешь руку, можно я покажу, иначе, но первое, надо понять, что он от тебя хочет, это в театре, в кино, может быть, вообще, но это же известно, я говорил в этом, про Феллини, про все, актеризируют, один, скажи, 21, 23, 24, 25, то есть, когда сняли, потом будет другое звучание, добавить, что в шоколе, там, это, структура мозгов кинорежиссеров разная, а плюс еще жизнь Голливуда, где продюсеры главные, они диктуют, они, так это все там сделано, технологии, все же ваши авторские выступления, все же прекрасно читаются, это повторение о хорошей жизни, что вы в форме, и потом отвечать за все, ты от и до у себя отвечаешь за своих, тяжело и трудно, я вот сейчас, у меня было три вечера, за Личайковского, это как бы мама была бы живая, я бы сказал, вот докторскую защитил, три сольных вечера, шесть часов, то есть каждый был по часу с перерывом, и там был и Гоголь, и Довлатов, и Платонов, и Левитанский, и все, и вот сейчас я одну программу, смех отцов, где горький Платонов, Зощенко, это я вот сейчас выступаю, с этим, но это повторение о хорошей жизни, досмотр должен обязать, и это неправильная цитата, неполная цитата Калягинская, в интернете, что Филиппенке не нужен театр, там запятая, и есть один человек, который, Роберт Стурвах, действительно, по счастью, с Виким и режиссером, я хотелось поработать, ну и так же, как и с Виктюком, и Рачиком Платя, много этого, и Миша Макеев, и сейчас Дмитрий Крымов, это надо обязательно, иначе не выстроиться надо, ну, может быть, в другой манере есть, я не знаю. У нас... Вы же сам себе режиссер. Нет-нет-нет-нет, нет-нет-нет, должны быть... Нет-нет-нет, обязательно взгляд должен быть со стороны, кому ты доверяешь. А как вы познакомились и выбрали Зощенко, а не там Аверченко, Ардова, Дорошевича и кого там еще? Ну, в свое время, когда впервые «Голубая книга» появилась после погрома 46-го года Зощенко, а это же было 65-64 где-то, двухтомник Зощенко появился впервые. Это был тоже ведь запрещенный. Вот «Голубая книга», ну, как-то ближе было. И это мы играли в Судейском театре. С Фарадой «Свадьбу» Зощенко мы играли. Я жениха, он приятель, Розовский ставил. Ну, вот как-то так. А Верченко тоже есть, чуть меньше. Но Зощенко до 34-го года, до съезда писателей. Это совсем другие тексты, нежели стало потом. То есть вы его читаете только до 34-го года? Ну, одна история болезни смешная. Я читаю «Вытащит Румов с 34-го». Вот это... Нет, ну это просто надо знать. И когда ты читаешь и вчитываешься, что там написано у них. Нас учили идти от автора, так все-таки. Там все, они когда пуши, мы работаем, там все написано у них. В Гоголе у Платонова только надо, как у Левитанского есть, не пролистнуть нетерпеливую рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Но все же строка, она со временем прочтется. И ей зачтется. И то, что было в ней, останется при ней. А что останется у вас? Фляция, фляция, фляция. Вот этот Брехт. О-о-о. Его не пускали? Очень долго. И сейчас не все тут можно, вы сейчас тут увидите. Не знаю, Боря Бланк, значит, сестры у Брехта очень запрещали. И этот фильм не даже не шел. Что-то там с авторскими правами. То есть Зоченко вы не столько сами выбирали, сколько так уж получилось. Случай, случай получился вот так как-то. Но в свое время так же мне сказали друзья еще старшие мои физтехи по первому моему образованию. Зоченко, ты Аркангельского читал? Почитай, это не самое. Пародии. И там чудные пародии. Вообще Аркангельского оказались. Гениальные пародии на всех, если думаться, вчитаться. Вот. И особенно думал о Зоченко. От этого тоже я и пародию читал, и рассказы. А потом глубже, глубже, глубже. И потом вся вся трагическая история. То есть нынче в Сестровецке выступал уже не первый раз. У памятника, библиотека там имени Зоченко. И могилка в Сестровецке. Но все, что с ним произошло. Его приняли снова, как переводчика с финского. За спичками он перевел. И он принес жене эту чековую книжку на продуктовой посылке. Как бы вот отдал ей что? У меня есть книжка, где он перевел с Норвежского. Вот. Это вот. Это тогда. Кругом поют, кругом ликуют. Какие-никакие годы. А нас опять не публикуют. А мы у моря ждем погоды. А в наши янбы входит проза. А все прогнозы так туманны. А нам пойти купить бы проса. А мы все ждем небесной маны. И вот певец не доедает. Не ест жиры и углеводы. И вот ему надоедает. И он уходит в переводы. И мы уходим в переводы. Идем в Киргизы и в Казахии. Как под песок уходят в воды. Как Дон Жуан идет в монахи. А какие-то тесные монахи. Мы постыли заплятием. Он монастырь, тюрьма и плаха. Мое спасение и проклятие. Мое спасение и проклятие. Мое проклятое спасение. И ежедневное распятие. Редко-редко. Воскресенье. Себя, как Шейлоку. Кусками чужого сада садоводы. А под песком, под песками. Гудят под почвенные воды. А свечка в келье догорает. А за окошком ночь туманна. И только сердце замирает. Ах, Дон, да, ах, Дон. Ну это. Это не Витанский, как Дон Иванович. А тут, может быть, политически серьезный. Да, сейчас. Да. А можно мы вас поздравим с прошедшим семидесятым годом? Ой, Боже. Да, нет, у Юрского давайте так, да. А фото давайте сделаем. Делаем. Делаем. Без цифр, без цифр, только общие понятия. Так у нас спектакль в одном. Замечательно. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.